Где-то требовался косметический ремонт жилья, где-то необходимо было поменять окна и двери, сантехнику. А вот у Анны Сергеевны Шевченко случился пожар и здесь требовалась значительная помощь. Большой ремонт начали с ремонта стен, пола и крыши. И как следующий этап мы планируем, что до 9 мая будет завершен ремонт и мы планируем еще завести сюда мебель. Двор уже отремонтировали, душ, туалет, все-все-все, крыши, беседку сделали уже свежей, а то ж ничего не было, все сгорело. В доме у других ветеранов понадобилось заменить входную дверь в дом. Поставили в течение дня новую и теперь Мария Трофимовна Марущенко очень довольна выполненной работой. Говорит, когда в доме живут две женщины, мужская помощь всегда нужна. А у нас дверь уже не закрывалась и настолько внимательные были, приехали, инженер приехал, привезли рабочих, рабочих золотые руки. А у Екатерины Григорьевны Зубко совсем было разрушено крыльцо у дома, его полностью переделали. Демонтаж был старого крыльца, сделали заграждение от ветра, плиточку положили на ступенечки, чтобы удобно было. Это будет пандус у нас для, есть инвалид у нас тут, дочка, чтобы подниматься ей было удобно сюда. Очень благодарна организации, ребятам, ребята хорошие. Кроме помощи в ремонте жилья, в этом году всем ветеранам предлагается бесплатное снаторно-курортное лечение. Путевки по просьбе главы города предоставили сочинские здравницы. Желающим оздоровиться ветеранам нужно для этого обратиться в свои районные советы. Елена Всецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...